Илон Маск и Тесла пожаловались в суд на регулятор. The Boring Company официально предложила Майами построить подземную транспортную систему. Blue Origin намерена построить больше ракет из-за высокого спроса на космический туризм. Американский стартап создал портативное микроволновое оружие против дронов. Эти и другие темы прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца. Ну а мы начинаем. Всем привет друзья, меня зовут Андрей и как вы поняли это мое дебютное видео с личным присутствием в кадре на канале. Я немного волнуюсь, поэтому прошу от вас максимальной поддержки в комментариях. Ну и досматривайте это видео до конца, будет очень интересно. Ну и конечно мы начнем как всегда с Илона Маска. На этот раз миллиардер и его компания Тесла обратились в суд Южного округа Нью-Йорка, обвинив комиссию по ценным бумагам и биржам в преследовании. По мнению миллиардера регулятор якобы нарушил обещание, данное еще в 2018 году, о выплате акционерам 40 миллионов долларов. И вместо этого тратить силы на бесконечные необоснованные преследования в сторону Маска и его компании. В 2018 году комиссия ополчилась на Маска из-за его многочисленных твиттов о выкупе акций и приватизации автокомпании. Маску после искосек запретили писать в Твиттер без согласования юристов Тесла. Но сам же миллиардер уверяет, что Сек мстит ему за политические взгляды, так как основатель Тесла часто критиковал правительство и регулятор пытается подавить его право на свободу слова. Обращение Маска в суд вышло после того, как в очередной раз комиссия по ценным бумагам и биржам подала очередную повестку в суд. И это, как вы понимаете, из-за недавних громких заявлений Маска в Твиттере, когда он заявил, что хочет продать 10% своей доли в компании Тесла. В тот момент Твиттер обрушил стоимость акций компании на 16%, что в комиссии посчитали очередной манипуляцией рынка. Хотя Сек официально так и не признала Маска виновным, комиссия считает, что глава Тесла обсуждал важные финансовые темы без предварительного одобрения. Как, собственно, это и требовало соглашение, данное в 2018 году. Едем дальше. Теперь уже поговорим про компанию The Boring Company, которая представила городским властям Майами коммерческое предложение по строительству кольцевого туннеля длиной почти 10 километров. Собственно, по которому будут перемещаться электромобили Тесла с пассажирами. В случае одобрения этот проект станет вторым полномасштабным развертыванием данной системы такого типа. Я напомню вам, что первым масштабным проектом данной компании являлось как раз развертывание данной системы под Лас-Вегасом. Но масштабы были гораздо меньше, всего около полутора километров. Недавно, кстати, власти Лас-Вегаса одобрили расширение этой системы и прокладки туннеля до аэропорта. А после реализации данного проекта эта система будет охватывать вообще весь город. Что касается Майами, городские власти сообщили о переговорах с The Boring Company. И сейчас компания уже выступила с официальным предложением. По данным ресурса Insider, транспортная система в Майами, включающая 7 станций, будет проложена вдоль трассы State Road 826 между железнодорожной станцией Golden Glades и Sunny Isles Beach. Стоимость проекта оценивается в сумму от 185 до 220 миллионов долларов. Что, в принципе, гораздо дешевле любой другой подобной транспортной системы, как, например, прокладки метро. Представитель городской администрации отметил, что город страдает от больших пробок на дорогах. И новая система позволила хотя бы частично решить эту проблему. Но я вам напомню, что недавно выходили репортажи американских журналистов, что и пробки образовывались в данной системе под Лас-Вегасом. Так что, как это решит проблему, пока неизвестно. Потому что в большинстве своих случаев все находится в тестовом режиме. И, как бы, многие шероховатости еще не решены. Но как там будет дальше, неизвестно. Ну, а теперь давайте поговорим про космический туризм. Если вы помните, недавно выходил выпуск про Virgin Galactic, где я рассказывал о старте продаж билетов на полеты, собственно, кораблей этой компании. Теперь хочется поговорить о Blue Origin, которая намерена построить больше ракет из-за высокого спроса на космический туризм. Как вы помните, 14 человек уже слетали благодаря этой компании в космос. Теперь ее голова, Боб Смит, заявил, что бизнесу необходимо построить больше ракет из-за чрезвычайно высокого спроса на рынки космического туризма. Еще недавно, пару десятков лет назад, такая новость казалась бы просто какой-то фантастической, что любой человек, ну, по факту, который, конечно, имеет деньги и который готов потратить довольно крупные суммы на полет в космос, может просто вот так вот взять и полететь в космос и посмотреть на нашу родную Землю со стороны. На самом деле это очень круто, потому что данный рынок набирает просто космические обороты. Что вот касается конкретно Blue Origin, компания не раскрывала цены на места в корабле. Единственным намеком является информация об аукционе, проводившемся перед первым полетом. Но тогда место было продано за 28 миллионов долларов. Вы представляете, да, какая это сумма? А что касается Virgin Galactic, кто, кстати, не смотрел этот выпуск, можете вот посмотреть по подсказкам вверху. Так они выставили ценник за полет в космос в 450 тысяч долларов. Что если брать в сравнение эти две компании, Virgin Galactic предлагает более выгодные условия. В прошлом году Blue Origin уже успешно завершила три пилотируемые миссии, используя ракеты и капсулы New Shepard, а также уже выполнила грузовой исследовательский полет. И на данный момент компания может легко удвоить число миссий в текущем году. New Shepard запускает с частной площадки в Техасской пустыне. Корабль поднимается на высоту порядка 100 километров, пересекая границу космоса как по американским, так и по международным стандартам. Пока у компании имеются две ракеты-носителя, одна для исследовательских грузовых полетов и вторая для пассажирских. Компания из Лос-Анджелеса и Пайрус представила энергетическое оружие, генерирующее луч микровом, который перегружает электронику цели, заставляя, например, дроны падать с неба. Обычно микроволновое оружие основано на магнетронах. Это технология, которая используется в обычных микроволновках. Но такие пушки слишком громоздкие и неточные. Под удар могут попасть и союзные единицы. Энергетическое оружие стартапа Leonidas Pot сделано с использованием транзисторов из нитрида галлия. Поэтому оно достаточно компактное, чтобы его мог нести любой летающий дрон. Эпайрус объявила 14 февраля о выпуске Leonidas Pot первой на рынке твердотельной многоразовой микроволновой системы высокой мощности, как одного из передовых решений компании в области радиоэлектронной борьбы. Поэтому, если вы вдруг захотите пошпионить и полетать, например, над заводами Тесла, и посмотреть, как даже там соберут новенький сайбертрак и уже выпустят его в народ, если компания будет использовать данную систему, увы, вы можете распрощаться со своим дроном. Ну а теперь давайте перейдем, что ли, к более наземным технологиям и поговорим уже об электромобилях. General Motors опубликовала характеристики электропикапа GMC Hammer EV Edition 1. Hammer EV был выпущен на базе батареи Altium Drive с полезной емкостью 212 кВт на час, что даст 1000 лошадиных сил. Запас хода у GMC Hammer EV достаточно неплохой, 530 км. Полная масса пикапа составляет чуть более 4 тонн. Кому нравится продукция General Motors, то приобрести данный пикап вы можете в США за 110 тысяч долларов. Что ж, на этом я буду заканчивать, друзья. Вот такой вот получился выпуск, достаточно небольшой, но поверьте мне, для меня это огромный шаг вперед, потому что я действительно немного волновался, но благодаря вашей обратной связи и поддержке, которую вы оказываете, в принципе, на протяжении всего существования канала, а я знаю, таких людей немало, которые следят за мной достаточно давно, благодаря всему этому у меня это получилось сделать, и поэтому я очень рад, что уже могу лично, со своим присутствием в кадре, вещать вам о высоких и крутых технологиях нашего мира. Ну а сейчас я хочу поблагодарить вас, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, если вы не подписались. Ставим колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски новостей. Не забывайте ставить лайк этому видео. Пишите свое мнение о данном выпуске внизу в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на все наши полезные проекты. Ссылки вы найдете в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Всем отличного настроения, друзья! До скорых встреч!